всем привет сегодня мы нарисуем вот эту славную кошечку это скорее всего мама которая угостилась уроков рыбкой и несет добычу своим деткам как обычно у меня на палитре кобальт серая пейна сиена натуральная сиена жженая капля розового хинокридона и капля оливковой краски я сейчас делаю первую легкую смесь чтобы попасть в ее теневые части бумага у меня уже увлажнена с обеих сторон лицевая часть приобрела матовый матовую поверхность то есть питала лишнюю влагу я начну водить краску глаза у нас достаточно темные поэтому мы их не будем обходить добавляю капельку сиен и жженой или сиеное чего-то тепленького издательства двух цветов которые у нас есть палитре я в кое-какие тени которые беленькие зайду именно тепленьким таким вот тоном еду под носик не и здесь щечки обходим рыбку на данный момент так чуть-чуть показываем округлости ее лицевого рельефа до соединяю все беленькие части чистой кистью чистой влажной кистью она конечно беленькая вот нам кажется у нее белая шерсть но тем не менее мы покажем какие-то бугорочки какие-то части ее угловатости налички на мордочке то есть в зависимости от того как у нее меняется ну как бы так сказать сейчас подождите вспомню слова не могу вспомнить соединяем более темные цвета и и уже более темной такой смесью начинаем водить шерстинки у которых есть есть цвет ты самый темный и боятся не стоит потому что все равно бумага это очень сильно впитывает в себя цвет и тон краски чередуя эти три цвета это у нас сейчас идет сиена женая сена натуральная и серопейна мы делаем ей и и шерстинки не знаю что ты мальчик но мне больше кажется что это девочка все равно нее девичье такое выражение лица и мальчика брутальный подбородок щеки огромные а тут прям такая миниатюрная симпатичная кошечка сейчас мы чуть чуть больше поиграемся с ее характеристикой на мордочке и пойдем рисовать все остальное тут я хочу рыбку войти но и потом нарисуем вот такой кисточкой чуть чуть поднимем ей шерстинки размажем где вот вспомнила есть такие же склоны какие-то наклоны на лице на мордочке и вот вот это надо показать на фотографии не всегда это видно но мы должны понимать что все у нее же не круглая прям да даже на круглом шарообразном предмете надо все показывать надо просто присматриваться вот я сейчас за это в глазки они достаточно темные размешаем чуть-чуть оливковой идем нашу общую смесь я не знаю стоит ли тут оставлять блики в плане что можно их в любом случае поставить влезть гуашью и поставить две маленькие точечки так чтобы жизненно было выбрать выглядело жизненно мы всегда чередуем несколько цветов которые присутствуют в нашей композиции то есть не один цвет что было совсем скучно а несколько то есть в глаза идут и теплые и более темные вот у нас есть и чуть-чуть от серой пейны и оливковая вот еще нюансик у нее такие тут есть у каждой кошки практически одинаково идут вот эти такие дуги над глазками маленькая капелька совсем чтобы показать что носик хотя он практически не виден что он розовый совсем маленькая она идет в смесь с другими красками и как-то вот она все равно при фотографии особенно это будет заметно поэтому я всегда так делаю не туда сюда чуть-чуть сиены жены все серой пейны и вот нашей самой розовенькой такой хинокайдончик чуть чуть темнее пуль ее носиком тоже впитается мы еще потом зайдем носик если есть надобность у нас пока бумага мокрая влажная сюда нужно заходить и заходить вот идем еще в одному темному в ее мордочку вот такие тут опять поднимаем это сухой абсолютно синтетическая пушистой кистью у меня под наклоном планшет она будет сползать но она будет сползать когда она сама ползет эта краска она естественно красиво получается так чуть-чуть размывая кое-где границы и и и и и и Продолжение следует... Когда мы рисуем шерсть белую с добавлением многих оттенков, она получается еще более драматичной. То есть у нас видно, что кошка уличная и достаточно пожившая. Она немного испугана в плане того, что ей нужно эту еду ни в коем случае не потерять, а доставить по месту назначения. Пока здесь все плывет, оставляем, идем к нашей кошке в другие части. Я продолжаю намешивать для белой шерсти смесь. Это все та же кобальт и серопейна. Так. Продолжение следует... Практически заполняю все пробелы, которые нам кажутся белыми, этой голубоватой смесью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот. Ну, я бы, наверное, сюда перешла, и потом, пускай бы истекала вся эта шерсть, я начну делать верхнюю часть опять-таки вот таким вот образом. Вот. Голубоватым серым оттенком. Вот она вся такая въерожная. Вот. 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 Я пытаюсь смотреть, куда эти ворсинки смотрят, но они все равно будут расплываться, но мы им задаем некое такое движение. Или просто мы балдеем от процесса. Мы вот такие рисуем, пишем эту шерсть, пытаемся вот так Разгоняем немного вниз. Она в любом случае сама спустится Тут у меня много влаги, я уберу и опять очень-очень плотной смесью Иду в ее стельки Идем Размываю кое-кде границы. Вот я вижу, они у меня есть. Соединяю в общее Идем 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 Так Идем 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 Теперь возьмем вот такой вот Можно синтетику, а можно и из натурального ворса И чуть-чуть кое-где Идем Выберем в нашем нужном направлении Отсвечивающиеся ворсинки у нее Я очень люблю баловаться с шерстью Потому что бумага, если это хлопок, она позволяет это Вот Вот Поехали Продолжение следует... Продолжение следует... Бумага здесь уже более-менее начала впитываться, поэтому... Дает нам возможность... На детализацию... Так, чуть-чуть... Уберу здесь, мы все равно будем делать фон... Будем обходить эти части, но тем не менее... Так... Вот... Вот... Есть еще такой моментик у нее... Так... 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 распушиваю еще раз находим в глазки я возьму кисть уменьше потоньше я возьму кисть уменьшую вот она уже смотрит дико на нас здесь возможно они запачканы она живет на улице пяточки и здесь еще мокро совсем так сделаем пяточку везде где вот есть сплошное пятно а здесь еще все мокро можно как бы смотреть где какие есть изгибы шерсти чтобы еще дать глубину самой шерсти чем больше впитывается краска тем больше дает нам возможности это сделать она уже не будет настолько расплываться как вот первый раз и вот она значит такая с херошина растрепанная наша мамаша бежит к своим деткам с добычей зайду в ее носик рыбку да можно уже писать рыбку такую не носик тоже весьма грязный он же не розовый может она вообще боролась за эту рыбку вот и начинаю водить слой в рыбку я ее повернула эту рыбку потому что как она живописнее смотрится потому что кошка она видно что она прям украла эту рыбку напрямую всю ее сторону всю ее голову рыбью засунула в рот чтоб не дай бог она у нее не пропала чтоб прям конкретно ей досталось и затем ролик и дай бог бежит к ней и тут же left в мое теперь идет и что я все еще в мое или Продолжение следует... Кое-где рыбка дает плеки, все-таки там у нее есть чешуя. Кое-где мы показываем, что это рыбка. Ну вот сейчас, чтобы у меня хоть какая-то беленькая полоса осталась на рыбке, я ее пока оставлю. Что у нас здесь глазами. По полуглазик добавляем. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я иду к нашему фону. Сиропейно много нашего Кобальта. Ну и вся смесь, которая здесь образовалась. Так, сейчас, наверное, начну с ее низа. Еле-еле дотрагиваюсь местами до нашей кошки. Кое-где пробел... Продолжение следует... Чистой кистью тоже кое-где соединяю. Аккуратно, потому что здесь у нас все живое такое, мокрое достаточно. 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 Если кто-то захочет рисовать траву, не забывайте, что трава должна отражаться обязательно и в теневых частях нашей кошечки. То есть это в ее штанишках, на ее пяточках должны быть оттенки от травы. Продолжение следует... Обхожу шерстинки, ну какие-то вот блики. Продолжение следует... Так, смотрю, у меня здесь еще достаточно влажно, я бы сюда не заходила, подождала немного. Если кто-то не решается прям сейчас соединять фон и шерсть, пускай лучше подождет, пока работа высохнет и сделает уже когда кошка сто процентов не будет размываться. Продолжение следует... Просто в этот раз я решила кошечки сделать такой... Это она либо сама словила эту рыбку, либо ей подбросили рыбаки. И вот она прям такая думает дать... Убегать или дадут еще. И вот она на берегу... Тут у меня форсинка попала, я убираю пинцетиком. Опять-таки, пока влажно вводим ее тень самой кошечки. Какие-то могут отражаться облака, не знаю, с созданием атмосферу. Кое-где побрызгаю, там могут быть камешки. Еще кое-чего всякое может быть. Добавляю немного кое-где. Если что-то совсем-совсем размылось, можно потом добавить запросто, пока она мокрая. В принципе, надо смотреть по влажности бумаги. Действительно, когда она влажная, она много всего позволяет. Просто нужно как-то из-за этой влажности немного научиться синхронизировать с тем, что мы пытаемся сделать. И если, например, видно, что здесь все высохло, но вот никак, то лучше сюда не лезть. Конечно, это прям правило. Я еще сюда чуть-чуть. Видите, это совсем светленькая. Так как кошечка все равно к нам повернута задом, и оттуда идет тень, мы чуть больше усилим ее теневые части. Они сейчас из-за того, что я ввела фон, они стали безликими. Поэтому пока здесь все мокрое, я кое-где сделаю ей тени. Даже если она будет плавно вливаться в наш фон, это будет еще даже эффектнее. Так. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...